Вы, как одно из главных событий недели, выделили взрывы складов оружия в Тверской области. Очевидцы говорили о том, что бахнуло, как ядерный взрыв. Это были очень серьёзные взрывы, очень серьёзного запаса вооружения. Писали о том, что враг потерял боеприпасов вообще на год активных боевых действий в войне с Украиной. Скажите, пожалуйста, почему для вас это важно, выделив это в одной из главных событий? И какое это имеет значение? И что нам нужно делать дальше? Что делать дальше? Это, конечно, самый лёгкий ответ. Взрывать другие склады. Что касается боеприпасов, да, много боеприпасов. Говорят, что 8 кинжалов, да, ну, 8 кинжалов они производят быстрее, чем за год. Но всё равно это медленное производство. Точно всё, что там взорвалось, мы не знаем, но это был... Это же, знаете, если пожар длится столько, значит, есть чему гореть. То есть, ну, вот. Удивительно, что там в основном это были деревянные бараки, куда они поместили эти боеприпасы. Но какие последствия? Ну, естественно, последствия весьма... Я думаю, да, они будут менее активно... Ну, думаю, что будут менее активно обстреливать. Ну, вы знаете ведь, они какие-то... У них ресурсы всё равно остаются, да. То есть, ну, это... Это сильный удар по репутации. Это сильный удар по населению. Потому что всё же население всё это видит. И говорят, что там немало жертв. Это показывает то, что они небезопасны на европейской части России нигде. Нет безопасности для них. И, в общем-то, это показывает умение Украины их находить. Значит, ну, это... Это хорошее. С моей точки зрения, это очень хорошая операция. И слава богу, да, что вот дроны достигли своих целей. А когда они начинают рассказывать вот все эти сказки своему населению, что это осколки, что это вот... Ну, осколки бы не нанесли такой ущерб. Ну, невозможно просто. Да. А там реально, ну, как вы говорите, ядерный взрыв. Так и казалось. Вот когда там мы первое фото увидели, ну, так и казалось. Да, поэтому, конечно, это удар и по боеспособности, но, я думаю, это внушает и, конечно же, страх среди населения. То есть это... Потому что, ну, скрыть это невозможно. Тем более, что вот все эти Z-патриотические телеграм-каналы об этом говорят. Да, люди все равно... То есть люди все равно эти, которые за войну, их читают безусловно. Вот. Так что, да, это хорошая, сильная операция, которую... Да, и склады, надо их уничтожать чем больше, чем лучше. Ставик, ну вот в контексте разговора про будущее я хочу продолжить вот чем. Да, пока Америка обсуждает возможность разрешить Украине применять западное вооружение по агрессору. Кстати, одно из свежих заявлений из Белого дома было про то, что... Это, кстати, ответ был на призыв Еврокомиссии. Сейчас я уточню. Да, чтобы точно процитировать. Европарламент, да, принял резолюцию, как мы помним, причём с подавляющим большинством голосов. С призывом снять ограничения с Украины применять западное вооружение. То есть уже Европарламент об этом говорит. Все ждут решения американцев. Американцы на это отреагировали, что, мол, мы обсуждаем с партнёрами снятие ограничений на применение российского оружия по России, но решения каждая страна должна принимать самостоятельно. То есть, в принципе, пока что они ходят по кругу. Но о чём я хочу сказать. Уже через несколько дней президент Зеленский будет встречаться в США с президентом Байденом. После этого он будет встречаться с двумя кандидатами в президенты США. То есть мы понимаем, что один из них будет будущим президентом. То есть он встретится с нынешним президентом США и встретится с будущим президентом. Он встретится с Камалой Харрис, он встретится с Дональдом Трампом. Они будут обсуждать, естественно, Украину. Более того, президент Зеленский летит туда не просто так. Он привезёт для обсуждения свой план победы, который Украина готовила несколько месяцев. Также перед этим, за два дня до этого, в Совете безопасности ООН также будет выступление президента Зеленского. И мы ожидаем, что он тоже там будет говорить, вероятно, о пунктах этого плана победы. Савик, скажите, пожалуйста, вот что вы думаете, как в итоге отреагируют основные игроки? Неужели им уже самим не надоело то, что столько времени продолжается самая большая война в Европе? И они же всё-таки понимают всё больше, даже по заявлениям мы видим, что эта война, если её не остановить, если не остановить Путина, она перекинется в итоге на них. То есть им придётся участвовать в этой войне уже жизнями своих людей. То есть бомбить будут их города. А сейчас пока что борется только Украина. Но Украине нужно дать возможность победить. Как вы считаете, как прореагирует США, как прореагирует каждый из тех, кого я вам назвала, вот Байден, Харрис, Трамп, на то, что скажет президент Зеленский? Что будет в этом плане? И какие дальше мы ожидаем события? Потому что мы же понимаем, что дальше готовится мирный саммит на осень. Ну, давайте начнём с того, что я замечаю в украинских YouTube-каналах и даже на марафоне, а может особенно на марафоне, который абсолютно государственный, я замечаю антиамериканские ноты. И всё больше и больше, и всё чаще и чаще. Это очень плохой признак. То есть это не признак людей, то есть это люди, которые не понимают, что 70% бюджета Украины – это деньги европейские и американские. Что если бы не было Америки и Европы, не было бы государства Украина. Потому что нечем было бы платить государственным служащим. Значит, вот этот вот антимариканизм, который, потому что, ну, сбрасывают свою ответственность на Америку. Видите ли, они не вовремя поставляют оружие, они там то, они там третьи, они задерживают помощь. Ну, понимаете, там страны, в которых идёт политический процесс. И худо-бедно они всё равно делают всё, что могут для того, чтобы помочь Украине. Значит, Украина, с другой стороны, понимает, что если власть там выиграет выборы Трамп, а не буду я шутить, значит, он выиграет выборы, если там, ну, это уже было второе покушение за такой короткий срок. Вот, значит, если он выиграет выборы, он может совершенно иначе себя повести, поэтому пока у Байдена, у него осталось там четыре месяца в Белом доме, получить максимальное количество, ну, скажем, гарантий. Обещаний мы понимаем, что обещание ничего не значит. А вот гарантии какие? Какие могут быть гарантии? Что Америка будет продолжать финансовую помощь, зависит от Конгресса там. Америка будет продолжать военную помощь, зависит, да, в большей степени, может, от президента. Но Трамп, как мы понимаем, не совсем тот президент, который готов, там, ну, вот, дать Украине все, что надо для победы. Это Камала Харрис, я думаю, она будет немножко менее целенаправленно, скажем, чем Байден в пользу Украины, потому что она уже другое поколение. Байден прошел через всю холодную войну, да, он понимает, что такое вот Россия, перешедшая от коммунистического к мафиозному. Да, вот, и он понимает, что, он, по меньшей мере, он понимает, что Украина не должна проиграть никаким образом. Камала Харрис – это открытая тема, открытый вопрос. Это другое поколение, при этом единственное, что ее связывает с Европой, это ее супруг, да, и, как бы, вот, я не знаю, вот тут по Камале Харрис, я просто думаю, что ее политика по отношению к Украине будет жестче, что контроль за коррупцией будет жестче, что каждый американский доллар должен будет фигурировать в отчетах, да, что там будет более жесткая позиция, если она выиграет. А если выиграет Трамп, то я вообще не знаю, понимаете, он же обещал закончить войну до вступления в должность, то есть до января 25-го года. Что он имеет в виду под этим? Да, вот он там придет и поставит ультиматум. Либо вы прекращаете огонь и начинаете, это Украине, он говорит, и начинаете мирные переговоры, либо мы перестаем вам предоставлять помощь. Катастрофическая позиция, конечно, для Украины сегодняшней. А пока этот плевок в лицо Путин не потерпит, если Путин будет еще у власти. У Путина вот он сейчас получил не то, что плевок, а он получил оплеуху от Кадырова и Керимова. Поэтому я не совсем понимаю. Давайте послушаем генеральную ассамблею, что он скажет. Узнаем от американских журналистов, между прочим, не от украинских, а от американских журналистов. Мы узнаем, что он сказал президенту Байдену, что он сказал вице-президенту Харри, что он сказал кандидату в президенты и бывшему президенту Дональду Трампу. Это мы узнаем от американских журналистов. Генеральную ассамблею, слава богу, его выступление будет в прямом эфире, и мы услышим, что он скажет всем, а что он будет говорить в коридорах, мы опять получим от западных журналистов. Может быть, пора начать говорить со своим народом тоже? Потому что он как-то... Вот по поводу того, что бы хотел Трамп, на этой неделе вышло два таких знаковых интервью. Дмитрия Гордона, это было на полях форума Виктора Пинчука, с Майком Помпео, а это как раз человек, который сегодня представляет команду Дональда Трампа. Человек очень знаковый, это бывший госсекретарь США, это экс-директор ЦРУ, очень информированный, влиятельный и, кстати, поддерживающий Украину. Плюс вышло интервью с Борисом Джонсоном, который реально много, очень много сделал для Украины, особенно тогда, когда был при власти в Великобритании. Это первый период большой войны. И при этом мы вот по его риторике, вы же помните этот план, который он озвучивал, его колонки выходили, план от Трампа, какой может быть план окончания войны. Очень интересные вещи сказали и Помпео, и Джонсон. Вот, например, Джонсон говорит о том, что Украину нужно срочно принимать в НАТО, и что Украине нужно, чтобы Запад выделил триллион долларов на восстановление. То есть план быстрый, причём времени нет. Он говорит, это надо делать срочно. Ситуация поменялась. Курская операция реально показала ещё раз возможности украинской армии. Дайте сейчас Украине помощь, дайте. Она покажет, она сделает хорошие переговорные позиции. Принимайте в Украину в НАТО. Это его призыв был к странам-членам НАТО. Снимайте вот эти все ваши политиканские красные линии. Почему нет, почему да. И давайте от Запада. То есть мы не говорим сейчас о репарациях. Это только Запад. Он имел в виду триллион долларов на восстановление. Помпео говорил о чём? Помпео говорил о том, что критиковал Запад, но критиковал Байдена, понятно. Потому что он сказал, что Байден продемонстрировал всему миру, что он настолько боится эскалации, что не был готов дать Украине инструменты, в которых она нуждалась. Но он сказал, что победить Россию военным путём – это сверхзадача, но вы объединяете все инструменты и силы, которые Запад может дать, чтобы использовать против России. И он сказал, я знаю, как закончить войну, нужно позволить украинскому руководству заставить Путина платить. Пока это не произойдёт, нет шансов, что всё закончится. То есть Помпео как раз был тоже достаточно жёстким. Но мы не знаем, насколько то, что говорит Помпео, если случай прихода Трампа, Трамп будет реализовывать, потому что это действительно такой абсолютно непредсказуемый человек. Причём я даже не знаю, его окружение понимает, что он хочет делать и какой-то реальный план. Леся, я просто, я с самого начала, вот я говорю, я не понимаю, какую Украину принимать в НАТО. Ту, которую Россия считает Украиной, или ту, которую Украина считает Украиной. Ну как, которую Украина и весь мир цивилизованный. Россия – это агрессор, что мы будем поросить. Да, но тогда надо, первое, что надо требовать, чтобы они отказались от этих территорий. Потому что эти территории могут стать предметом переговоров. Хорошо, хотя я не понимаю вообще зачем. Смотрите, ясно, что Украина военным путём одна. Одна эту войну не выиграет. Одна нет. Это очевидно. Конечно, полностью. Значит, если уже будет такое единство НАТО, что надо принимать Украину, а для этого надо её освобождать от всех оккупантов, повсюду, включая Крым, и тогда пленять в НАТО и всё, ну тогда мы должны быть готовы, конечно же, к ядерному ответу России. То есть тут и Помпео зря говорит, что Байден в страхе. Во-первых, Байден объединил огромное количество стран в Рамштайне. Да, Рамштайн – это практически его заслуга. Да, это первое. Второе, он сделал всё, чтобы более-менее в Конгрессе Соединённых Штатов пришли к согласию всё же оказания помощи Украине. Вот последний пакет. Да, запоздалый, да, на два месяца запоздал. Ну, понятно, но всё равно он этот процесс выиграл. Поэтому я бы тут не столько даже на это, ну, предвыборная кампания, ясно, но я бы на это не сильно как бы обращал внимание. Главное, что если вот Украина в НАТО правильно, я тоже считаю, что это правильный щит, это единственный правильный щит, но как этого достичь? Да, то есть или, я говорю, или НАТО уже перестаёт комплексовать и говорить, что мы не боимся ядерной войны, потому что российская армия настолько слаба, что даже она успеет выстрелить один или два тактических снаряда, после этого не будут вообще существовать российские вооружённые силы, потому что у нас есть эти возможности просто её снести. Да, включая за Уралье. Потому что, я почему это говорю, включая за Уралье, потому что Япония фактически, фактически член этой коалиции. Да, ну, тогда, тогда да. Но я вижу в Германии после местных выборов и удачного очень выступления АДФ, то есть Альтернатива für Deutschland, АФД, что коалиция шатается Шольца, что этот семафор немножко как бы, как башня в Пизе. Так, немножко. Вот, и Шольц сам боится. Он говорит, Таурусы дать Украине. Нет, сейчас он не даст Таурусы ни в коем случае, потому что иначе у него будет абсолютное, там, не знаю, восстание. А Франция. После выборов вообще Макрон как бы так перестал об Украине говорить. Он сейчас говорит об Украине очень мало. И Франция. А Мариля Пен вчера сказала, что выборы будут через год. Ну, это вообще, конечно, знаете, там тоже свой политический кризис. И Украина тоже отходит на второй, третий план, потому что есть Израиль. Так что я не знаю, будет ли какое-то единство в НАТО и возможно ли его сейчас достичь. Я уже не говорю про Венгрию. Возможно ли его сейчас достичь, вот этот консенсус. Вы знаете, ну...